Истинных гомосексуалов на планете, ну, где-то от 8 до 12 процентов. Это заболевание мне считается, это не считается никаким медицинским отклонением. А что у нас болит в этот момент? Голова или то, что ниже пояса? Одевает эту одежду, испытывает оргазм мужской, потом снимает, испытывает облегчение. Это вообще недопустимо. Самый опасный возраст – это с 10 до 15 лет. А может ли это быть какой-то такой взрастной, подростковый? Конечно, можно изменить, если плотно взяться. Здравствуйте, это программа «Актуальный разговор». Меня зовут Дарья Петрова. Тема нашей беседы сегодня – «Мой ребенок нетрадиционной сексуальной ориентации. Что делать? Насколько это опасно для психики, чьи дети находятся в зоне риска? И могут ли родители как-то повлиять на эту ситуацию? Вот обо всем этом будем беседовать сегодня с экспертами в нашей программе. А разобраться в этих непростых вопросах нам поможет доктор медицинских наук, профессор КГМУ Лайла Казбековна Шейдукова. Здравствуйте. И врач-уролог-андролог Любовь Сауна Мумладзе. Здравствуйте. Здравствуйте всем. Спасибо, что пришли. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Задать свои вопросы эксперту или поделиться своей историей можете и вы. Для этого нужно просто позвонить по телефону, который вы прямо сейчас видите на своем экране. Это 511-99-66 для Казани и бесплатный номер для регионов 8 800-500-3255. Звоните, задавайте свои вопросы. А кроме того, приглашаю вас присоединиться к нашему голосованию. Еще перед началом программы в нашей официальной группе ВКонтакте «Татарстан-24» мы запустили опрос, где спросили у вас уважаемые телезрители. А вам важна сексуальная ориентация вашего ребенка? Чтобы пройти к этому опросу, вам нужно просто навести камеру своего мобильного телефона на QR-код, который вы прямо сейчас видите на своем экране. И таким образом вы автоматически перейдете на страницу с опросом. Мы начинаем. Любовь Саввановна, наверное, к вам первый вопрос будет. Гомосексуальность с точки зрения сексологии. Это все-таки норма или это отклонение? Есть ли такой диагноз? На сегодняшний день продолжаются споры. То ли это действительно диагноз, то ли это действительно глубокий внутриличностный конфликт. То есть на сегодняшний день медицина, психологи, психиатры, они к единому консенсусу не пришли. Поэтому на сегодняшний день гомосексуализм, наверное, нужно рассматривать индивидуально в каждом случае. Почему? Потому что истинных гомосексуалов на планете, ну, где-то от 8 до 12 процентов, вот так дают. Остальное это все может быть ложные гомосексуалисты, поэтому врачам, психологам, психиатрам очень много работы. С каждым случаем надо разбираться индивидуально. Да, вот Эл Казбеков, наверное, тут нам скажет, как настоящий эксперт в этом вопросе. Вот с точки зрения психиатрии, это насколько заболевание, не заболевание, что это такое? Надо сказать, что гомосексуализм раньше считался несомненным заболеванием. Еще вот 40 лет назад, когда я начинала работать с врачом-психиатром, это было не только заболевание, но это было и то, что подвергалось даже уголовному наказанию. Было наказание за мужеложество. За мужеложество, да. Сейчас у нас нет никаких проблем с гомосексуализмом, в отличие от сексологов и психологов. Может быть, у нас есть международная классификация болезней, десятого пересмотра. И там гомосексуализм стоит в ряду с гетеросексуализмом и гетеросексуальностью. И бисексуальностью это заболевание не считается. Это не считается никаким медицинским отклонением. А что это? Это ориентация. Это выбор человека, отдавать свое тело человеку одного пола или разного пола. И заболеванием считается только то, что сопровождается невротическими расстройствами, депрессивными переживаниями. Но это может быть и у гетеросексуала. То есть сейчас появилась целая армия гетеросексуалов, которые не уверены в своей сексуальной ориентации. Они думают, может быть, у нас есть какая-то гомосексуальность и переносят те же самые эгодистонические расстройства. То есть неважно, гомосексуальность, гетеросексуальность или бисексуал. У всех могут быть невротические, то, что называется, эгодистонические переживания. Вот они-то как раз-таки и считаются заболеванием. И вот они-то как раз и подвергаются медикаментозной и психотерапевтическому вмешательству. Вот в таком случае назревает вопрос у меня такой. Это всё-таки про голову или это про половые какие-то органы? То есть это вот что у нас болит в этот момент? Голова или то, что ниже пояса? Я так полагаю, что здесь, конечно, голова. Здесь голова и здесь воспитание. Здесь очень важно, как ребёнок воспитывался. Потому что первые всплески сексуальности у детей бывают 4-5 лет. Потом сложенный подростковый период. И, конечно, для детей очень важно, в каком обществе они находятся. Какие отношения в семье. Потому что дети подвержены, скажем, играть. Вот они играют. То готы, то ещё какие-то панки, там ещё какие-то деструктивные какие-то течения. Среди молодёжи. И здесь вдруг тема возникла из интернет-пространства. Тема гомосексуализма. Дети начинают и в это тоже играть. И очень важно, они берут ведь пример с родителей. То есть если мать унижена, если отец над ней измывается, конечно, она начинает задумываться, девочка, да? И мальчик начинает задумываться. Если мать, так называемая шизоидная мать, которая своей суперлюбовью материнской ограждает ребёнка, если это сын от всего, то есть она его лелеет, она укладывает его спать с собой, что это вообще недопустимо, то, естественно, у ребёнка появляются своеобразные, скажем, мысли. А мальчик ли он, а девочка ли он? Тут очень много, да. Из семьи, да? Да, очень много из семьи. Согласны. Может ли быть такое, да, вот назревает тоже вопрос у очень многих телезрителей даже. Вот, допустим, да, мама очень сильно хотела девочку, ну, вот родился мальчик, вот она начинает его холить лелеять, одевать при этом, допустим, в какие-то дамские платьица. Вот подскажите, может ли это повлиять потом впоследствии на ориентацию? Мы что-то путаем, гомосексуализм, трансвестизм и транссексуализм, это разные вещи. То есть одевать в одежду и так далее, там транссексуализм, ну, или трансвестит. Трансвестит просто меняет одежду, пять дней в неделю ходят, как мужчина, а в субботу-воскресенье идёт в клуб трансвеститов, одевает эту одежду, испытывает оргазм мужской, потом снимает, испытывает облегчение, и снова он мужчина. Это просто так. Гомосексуализм – это явление перманентное, постоянное. Ну, вот мы пытаемся в причинах разобраться, это лишь как пример, я не настаиваю. Значит, у психиатров всё, опять же, очень просто и понятно. Значит, существуют ядерные формы гомосексуализма, это те, которые врождённые. Там обнаруживают, ну, уже при вскрытии вот этих форм гомосексуализма, которые проявляются от трёх до пяти лет, изменения со стороны головного мозга, со стороны центров, которые отвечают за поведение, в частности, сексуальное поведение. А есть так называемые кривые гомосексуалисты, те, которые были подвергнуты растлению, совращению. И вот самый опасный возраст – это с 10 до 15 лет. Они когда попадают в различные либо мужские коллективы, но я не буду говорить какие-то интернаты и так далее, перечислять даже не буду, да, вот длительное время, то там создаются условия для гомосексуализации. И либо они попадают в руки вот этих педофилов-растлителей, и они тоже формируют их сексуальную ориентацию. То есть если бы не была эта встреча, не исключено, что и не произошла бы смена ориентации, потому что с 12 до 15 лет ориентация ещё очень диффузная, недифференцированная, зыбкая. Её можно изменить в любую сторону. Это о краевых формах. И вот поэтому вот существует феномен бисексуальности. Вот если бы не было феномена бисексуальности, когда мужчина может и с женщинами, и с мужчинами, и вот он даже не знает порой на самом деле истинное или ложное, это очень трудно вот это разграничить, то мы бы сказали, что да, гомосексуализм – это явление абсолютно генетическое, врождённое, неизменное, ничем не обусловлено ситуацией. Эти люди просто носители этого гена. Ничего подобного. В прошлой неделе я смотрела две девочки с 13-летней лесбиянки. За неделю до этого в другой психбольнице смотрела тоже девочка лесбиянка. Откуда в 13-летнем возрасте они могут знать, что они лесбиянки? Вот да, я не могу не спросить тоже тогда в этой связи, а может ли это быть какое-то такое взрастное, подростковое явление? То есть, например, человек в 13 лет вдруг решил, что нет, мне нравятся люди моего пола, а вдруг в 25 осознал, нет, ничего подобного, на самом-то деле мне нравятся противоположные полы, то есть может ли быть такое, может ли это быть взрастное? Я добавлю. Дело в том, что окончательная сексуальность, она формируется ближе к 20 годам. Поэтому это, так сказать, игры псевдо, игра в псевдо-гомосексуализм. И, конечно, можно изменить, если плотно взяться, если действительно подключить врачей, подключить психологов, психиатров и правильно воспитывать ребёнка в семье, то, конечно, можно изменить его ориентацию на правильную. Но самое главное не упустить, потому что ко мне обращалась как-то раз мама, сыну уже было 24 года, то есть она припозднилась, и, конечно, там уже ничего. А когда надо обращаться, чтобы не припоздниться, если родители беспокоят это? Если они наблюдают за своим ребёнком и видят, что ребёнок больше, например, если это мальчик, что он больше среди девочек, что ему неуютно среди мальчиков, что он берёт мамину помаду, что он надевает мамины наряды, что он, так сказать, ведёт себя как девочка, жеманничает, да? Но родители должны на это обратить внимание. То же самое и с девочками. Если девочка больше играет с мальчиками, если она любит мужские игры, если она ведёт себя как пацан, скажем так, а не как девочка, естественно, на это тоже надо обратить внимание. А это всё проявляется уже в раннем возрасте, в раннем уже и в подростковом уже отчётливо это всё видно. В своё время ко мне обращалась пара. Значит, мальчик, который был девочкой, и девочка, которая была мальчиком. И вы знаете, то есть они сказали, что они уже где-то с 9-10 летнего возраста себя уже вот так вот и позиционировали. Вот очень хорошо, что вы затронули тоже тему именно родителей. Родители всегда интересуют этот вопрос. Ещё перед началом программы в нашей официальной группе ВКонтакте, в Тарстан-24 мы запускали опрос, где спросили у вас, уважаемые телезрители, а вам важна сексуальная ориентация вашего ребёнка? Давайте посмотрим на предварительные результаты этого голосования. Вот смотрите, мы предлагали такие варианты ответов. Да, меня это беспокоит. Нет, я приму любой выбор своего ребёнка и затрудняюсь ответить. Даже не могу представить такую ситуацию. И вот мы обратим внимание, что 45% родителей опрошенных, вот они считают, что да, их это беспокоит. Ну, примут выбор своего ребёнка любой 20% фактически, остальные затрудняются ответить. Вот 45%, фактически половина, да. Давайте вот обсудим, должно ли родителей всё-таки беспокоить вот сексуальной ориентацией своего ребёнка? Ведь, с одной стороны, это же вот наш ребёнок, да, надо ему, может быть, принять вот таким, каков он есть. А с другой стороны, наверное, тоже многие беспокоятся, ведь в обществе считается это не совсем нормой. Ну, лишь в обществе. Вот как считаете, Лава Козловна? Ну, прежде чем ответить на этот вопрос, я всё-таки хочу сказать, что вот не надо подзвести гомосексуализм и трансгендерность. Мальчик, который чувствует девочкой, девочка, который мальчиком, это всё-таки трансы, трансгендеры. Мы говорим о гомосексуализме. Мужчина чувствует себя мужчиной и чувствует себя мужское тело. У него нет никакого сомнения, что он женщина или кто. Единственное, что у него либидо, половое влечение, направлено не на женщину, а на мужчину. И эрекция у него тоже при виде мужчину. И влюбляется он в мужчину. И страсть у него в мужчину. Мы не говорим о взрослых людях. Я имела в виду детей и подростков. Поэтому какая тут сексуальная жизнь, какая трансгендерность. Я поняла. Мы говорим о том, что дети, дети, они могут перенимать поведение. Например, девочка, поведение мальчиков. Это не говорит о том, что она уже стала гомосексуальной, там, лесбиянкой или гомосексуалисткой, или трансгендером. Нет, это игры детские. Дети пробуют себя в той или иной роли. Поэтому очень важно взрослым обратить на это внимание и оказать вовремя коррекцию этим детям, в их поведении, объяснить, что ты девочка, что тебе нужно носить косички, что тебе нужно одевать платьица, что тебе нужно уметь вязать, шить, убираться, какие-то рисовать, то есть какие-то женские, понимаете, женское поведение, формировать. А это формируется в семье. Это не где-то, не улица должна формировать, семья должна формировать. Поэтому очень большая ответственность на родителях за то, что они должны внимательно, внимательно следить за своими детьми. И в том числе за тем, что дети смотрят в интернете. Ну вот, то есть, получается, не надо принимать выбор своего ребенка, то есть надо как-то пытаться бороться с этим. Вы знаете, я думаю, вот эти цифры, которые вы сегодня озвучили, и которые дали нам наши сограждане, они будут меняться. Мир меняется. И уже, наверное, от таких вот средневековых позиций, когда, как мой сын, там, гомосексуалист, будут люди отходить. Потому что, на самом деле, это же дети. И если ребенок действительно вошел в эту 10-процентовку истинных гомосексуалистов, тут ничего не поделаешь. Тут нужно принимать ребенка таким, какой он есть. Я хочу добавить. Реагировать, да. И еще хочу добавить. Все-таки продолжить наш спор. Мне он очень нравится. Даже среди девочек-лесбиянных, комисексуалистов, только часть являются маскулинными. Пацановские одежды и так далее. Они себя называют бучами. А другие совершенно фемининные, милые девочки, даже гиперфемининные, так они называют себя фемин. Поэтому здесь очень сложно. Только у некоторой части есть ядерные, маскулинные, и это, наверное, обусловлено биохимией крови, гормональными издвигами, может быть, мужских половых гормонов, много, что делать в этих случаях родители. Еще раз. И, собственно, опыт вот этих последних двух недель, которые меня просто потрясли. И я на своем инстаграме и сайте все выставила. Их рисунки, они селф-харм поведение, потому что у них гендерная дисфория с одной стороны, у них с другой стороны непонимание, что они из себя представляют. То ли они лесбиянки, то ли это будущие трансы. Вот у них диффузная сексуальность. И я их спрашиваю, говорю, откуда это у вас интернет? Это мода. Сейчас среди подростков, девочек, подростков модно быть гомосексуальной ориентацией. Вот удивительно разошлись пути. Мужчин и гомосексуалистов моды нет. Они более стигматизируемые. Их часто называют нелицеприятными словами в России и так далее. А вот у девочек сейчас идет мода. Мода на такую лесбийскую дружбу. Вот недавно у меня были девочки. Они в интернете переписывались друг с другом. И одна говорит, я уже 9 лет хочу стать мальчиком и так далее. Удалить себя грудью. А другая говорит, ну, давайте сделаем это вместе. Но для начала давайте-ка мы порежем себе вены и так далее. И вот какое-то странное сочетание селф-харм поведения, это членовредительство, с неопределенной зыбкой сексуальной ориентацией, оно, конечно, очень характерно для себя. И интернет здесь играет не последнюю роль. Оно учит их. Так маме как реагировать на это? Так вот я считаю, что здесь чистое психиатрия. Здесь надо ребенка вести к психиатру. Потому что, видите, насколько деструктивное поведение. К чему может привести вымечить? Зачем членовредительства? То есть здесь, да, это ведь ужасно. Так они к нам и пришли. Откуда я их знаю? Я их знаю как психиатр. Так родителям-то что делать? Кроме того, чтобы не довести до этого. Кроме того, чтобы привести к психиатру, что родителям еще можно сделать? Я считаю, что не нужно впадать в панику. Не надо кричать «Ой, я тебя убью!» Надо с ребенком поговорить. То есть спокойно. Надо выяснить, откуда. С кем она дружит. Какие отношения у нее с подругами, с друзьями. Кто в их числе? Есть ли взрослые? Или все это молодежь? Нужно очень-очень подробно. Может быть, у ребенка какая-то депрессия. Кто-то обидел. Она не может это высказать. Или он не может это высказать в семье родителям. То есть все-таки родители должны быть очень внимательны к своим детям. И вот все-таки очень многих такой вопрос еще тоже смущает, возмущает. И может быть, даже задаются многие этим вопросом. Я процитирую его. А лечится ли это? Вот это очень многих людей действительно интересует. Как мы можем ответить? В начале прошлого века, вот в 20-х годах, лечили. Чем только не лечили. Электросушно-дорожная терапия. Подключали к току. Инсулином. Да. Аверсивная терапия. Это не лечение, а это фактически репрессивные формы. Ну, издевательства. Только пожалеть и им посочувствовать. Сегодня у меня вышла статья в журнале социально-клинической психиатрии, где истоки гомосексуализма и варианты лечения там различные. Есть единичные случаи успешного лечения. Только если сам человек очень хочет, и ему некомфортно то, что он испытывает. Он испытывает длительные эго-дистонические расстройства, вторичную депрессию, думает о суициде. Но не может он никак смириться со своей гомосексуальной сущностью. И тогда при таком раскладе я не хочу, при такой ситуации результаты не такие уж и плохие. Они вполне хорошие. Но, к сожалению, иногда это рецидируют в виде бисексуальности. Бисексуал, извините, это выбор. У нас есть вообще специалисты, к кому могут обратиться родители, имеющие таких детей? Кому из психиатров? У нас есть детская психиатрическая служба, амбулаторная. Затем поликлиническая, два стационара. Я профессор, детский психиатр. Но сказать, что у нас развитая детская психотерапевтическая сеть, нельзя. У нас нет ни сертификатов, ни лицензий детских психотерапевтов. У нас не Петербург. К сожалению, это так. Но тут, понимаете, нужны специалисты. Нужны специалисты. Вот сексолог, и то вы, наверное, в единственном числе на миллионный город, я подозреваю. Нет? Ну, это очень сложная ведь профессия. Да, очень сложная. Надо очень много знать. А это детский сексолог, детский сексопатолог, детский психотерапевт, который работает на это. И детский... Нет, это, конечно, очень сложная. В общем, у вашей службы большое будущее. Вам надо воспитывать детских сексопатологов. Особенно сейчас новая волна пошла. Спасибо вам большое за эту интересную беседу. Спасибо, Любовь Саввиновна. Спасибо, Лаиле Казбековне. Это была программа «Актуальный разговор». Сегодня мы обсуждали тему «Мой ребенок нетрадиционной сексуальной ориентации. Что делать?» Спасибо, что сегодня были с нами. Всего доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»